Друзья, всем привет! Это внеплановое видео и первое, с чего я хочу начать, это именно Toyota Camry. Почему? Ну, смотрите, все с последними событиями по нашему коллективному сговору. Я сам лично немного неправильно выбрал тактику. Про Toyota мы расскажем, потому что сейчас я как раз выбираю немного другую тактику, она заключается в следующем. Сегодня среда, 11 октября, рабочий день закончился, и вот что мне пришло в голову. Mercedes. Вот вы спросите, а почему именно Mercedes? Ну, во-первых, про Audi и иные бренды мы уже, в принципе, снимали, но C-шка, она, в принципе, многим будет интересна наверняка. Ценник начинается на официальном сайте от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Что я сейчас делаю? Я сейчас прозваниваю официальных дилеров, от двух прозваниваю. Ну, давайте я вам сейчас не буду все это пересказывать, а сделаю вставочку нашего разговора с менеджером. Тонные разговоры могут быть записаны. Отдел продаж Mercedes, меня зовут Виктор, добрый вечер. Виктор, добрый вечер. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, смотрите, вот у нас вот 5 друзей, мы собрались покупать все Mercedes C-класс, решили обновиться. Вот. И мы решили оттолкнуться от другого вообще момента. Значит, покупать будем за наличный расчет, раз. Несколько человек, возможно, возьмут кредиты. Ну, у вас, автомобиль. Соответственно, на основании кредита, я понимаю, тоже нужно будет обязательно делать страховку в виде каска. У вас посчитаем, либо посчитаем на стороне. Ну, посмотрим. Цены будем в любом случае сравнивать. Из доп. оборудования, в принципе, ничего не нужно. С машиной знакомы. И рассматриваем первые три комплектации. Это C-180, C-180 Sport и C-200 FOMATIC полноприводный. Вот он, конечно, всех больше привлекает за счет того, что более богат. И, соответственно, полный привод – это тоже плюс. Вот. И у нас к вам следующее предложение. Вы не хотите нам сами сделать предложение по автомобилям, сказать, вот смотрите, у нас есть ряд моделей, комплектаций даже, скажем так, которые застоялись, там уж цвет какой-то неудачный, там люди приходят, смотрят и не хотят его брать. Сделать предложение за счет этого какую-то поинтереснее скидочку нам. А мы вам обязуемся одним днем прийти и у вас купить пять машин. Как вам вот такой вопрос? Ну, отличное предложение. Как зовут вас? Меня зовут Дмитрий. Мы готовы покупать автомобиль ближе к концу октября. Соответственно, здесь задача простая. Ходили по салонам, смотрели Мазду 6, смотрели Toyota Camry. Toyota Camry вообще не понравилась. Вот. Kia Optima. Ну и, в общем, как-то подумали, то, что почему не попробовать Mercedes? Вдруг какую-нибудь скидочку вы сделаете, там, за пять машин хорошую. Какое предложение бы устроило по цене, вот, если вы хотите пять автомобилей, то есть, какого порядка цены вы ищете, так скажем? Сходу мы заходили, когда по отдельности все в Москве были, кому-то 150 тысяч предлагали прямую скидку непосредственно от салона, кому-то 200, ну, с дорогой комплектацией, вот, которая, полноприводная FAMATIC идет C200. Вот. В некоторых салонах, там вообще говорили, что с Mercedes у нас скидок не бывает. Ну, я понял. Ну, вот смотрите, если полноприводную версию, да, рассматривать, то машин, например, при стоимости 2 миллиона 700, мы, например, готовы продать такую машину за 2 миллиона 387. По спецпредложению до конца этого месяца. С учетом того, что будете пять машин сразу покупать, готовы обсудить еще дополнительную скидку. Ну, это вот будет полноприводная версия. Это будет авангард, линия исполнения авангард с камерой заднего вида, с бесключевым запуском и с матовым деревом, соответственно. Такая машина будет стоить со скидкой 2 миллиона 387 тысяч. Ну, то есть, условно, если мы приедем, подтвердимся, то вы, как бы, цену сможете, там, ну, к примеру, округлить, там, 2 миллиона 300 тысяч, да, и сделать? Я думаю, даже можно будет... И пониже, да? ...2 миллиона 300 тысяч сделать, да. Угу, угу. Слушайте, ну, как нам лучше сделать? Может быть, мне попробовать к вам хотя бы самому приехать? Просто я-то в Москве часто бываю, а друзья у меня не так часто, и поэтому я бы мог приехать и с вами хотеть. Да, это лучше, конечно. Вы пожелания друзей своих знаете, поэтому мы подберем, например, ну, уже конкретные машины, я приглашу руководителей, ну, нам интересно сразу, да, там, грубо говоря, в одни руки продать такое количество автомобилей, мы сделаем все, чтобы вы их купили у нас. Значит, недолго думаем, берем калькулятор, он назвал 2680, если я не ошибаюсь, я округляю до 2700, потому что наверняка там что-нибудь покраска, ну, и так далее. В общем, 2700 берем для удобства счета. Он говорит, отдать готов меньше, чем 2300. Ну, сами слышали его слова. И я уверен, что это будет цифра, ну, где-нибудь 2200, а может быть, даже еще ниже. Ну, давайте отнимаем 2200, то, что гарантированно можно будет плакать, там, выпрашивать и так далее. 500 тысяч, парни, как вам? Вот сходу звонишь, уже люди заинтересованы. Ты слышал, что он сказал? Я готов там дать вам лучше предложение, чтобы вы купили автомобили у нас. Вот это подход, да? И это Mercedes. Но это совсем другой уровень. Честно говоря, у меня даже руки зачесались. Самому охоту, Mercedes. Ничего себе, полный привод, Fomatic, новый интерьерчик. Бомба. Поэтому смотрим, что из этого получится. Друзья, я даже боюсь сейчас говорить то, что давайте сделаем списки, соберем народ. Нет. Значит, делаем следующим образом. Всем, кому вообще C-шка интересна, одна просьба. Зайдите на официальный сайт, посмотрите, что входит в первые три комплектации. И если кто-то был бы готов ее забрать с реально хорошей скидкой, ну, давайте сразу проговорим так, то, что, ну, допустим, 2 миллиона за версию, которая стоит 2 миллиона 480, это C200, полный привод. И если это, например, базовая версия, там, C180 Sport, ну, допустим, если скинуть с нее 1300-1400, было бы это крутым предложением или нет? Я им всем говорю сейчас одни условия. Наличка либо кредит. Каска будем считать на стороне. Устроит ваше предложение? Окей, не устроит, идите нафиг. Если там трейдин, понятное дело, дополнительный бонус. Если покупать что-то из доп. оборудования, понятное дело, ну, у Mercedes, опять же, цены будут не самые низкие. В любом случае, надо попробовать, надо провернуть там какую-то авантюру и сделать какое-то наиболее выгодное предложение. Сейчас же тактика следующая. Как вы уже услышали, я их сам прошу, сделайте сами предложения, что есть на складе, что есть застоявшееся. Если дело пойдет, вот тогда есть смысл прозванивать остальных, производителей Audi, BMW, ну и так далее. Вы сами уже скажете, кого нужно, я их уже буду дергать. Я лично уверен, что сейчас именно то время, когда нужно начинать заниматься обзвонами. Ну, смотрите, середина октября, дальше ноябрь, дальше декабрь. Понятное дело, они сами начнут устраивать различного рода акции, но у Mercedes публика, в принципе, такая, то, что люди не самые бедные приходят. Ну, согласитесь. Поэтому многие начнут говорить, блин, нафига мне 17-й год, давайте дождемся 18-го. Ну, бывают же такие капризные люди, которые 17-й год машин не будут покупать. Мы же с вами, народ попроще, поэтому есть смысл попробовать сейчас побегать по немцам, сбегать в Volkswagen. Поэтому, если поддерживаете, пишите, какие автомобили интересны. Сразу говорю, вот эти вот Каены, там еще что-то дорогое не предлагать, потому что кто там потянет, например, Touareg, там за 3,5 миллиона, там за 3 миллиона. Кто-то, наверное, потянет, у вас будет там 2-3 человека. А вот автомобиль за 1,5-2 миллиона рублей, это как бы вообще гуд прайс, согласись. Тот же момент премиум от Mercedes в хорошей комплектации за 2, плюс там 2,200-2,300 забрать, я думаю, тоже было бы интересно. С учетом того, что по прайсу автомобиль будет стоить 2,5 миллиона и гораздо выше. Далее у нас на канале готовится обзор на BMW X4. Вот именно сейчас сижу, изучаю автомобиль, читаю отзывы. Автомобиль, конечно, интересный, есть там свои плюсы, свои минусы, готовимся. На этих выходных однозначно будем снимать первый видеоролик про Москву, сценарий уже тоже готовится. В общем, занимаюсь, стараюсь сделать что-нибудь интересное. Буду выжимать все соки для вас, чтобы было все самое интересное. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что именно сейчас там люди узнают все самое первое. Снимаю, рассказываю и туда. Поэтому до новых встреч, всем пока-пока!